Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Прошлый урок мы представили на середине, потому что тема достаточно длинная, немного сложная. Я надеюсь, что вы уже передохнули, и мы можем продолжить эту тему и закончить эту тему. Итак, если вы забыли начало этого урока, пересмотрите прошлое видео, ссылку вы можете увидеть сейчас на экране и перейти на него. Если вы отлично помните начало этого урока, переходим на продолжение. И мы рассмотрим с вами место, наречие, местоимение «un» в предложении. Где же оно должно ставиться? Сначала рассмотрим в сложных временах. Мы с вами еще не проходили эти сложные времена, но, возможно, вы уже учите французский где-то на курсах, и знаете, что существуют такие времена, как passé, composé, plus que parfait, futur intérieur. В общем, те времена, которые состоят из вспомогательного глагола и «particip passé». Если вы этого еще не знаете, не учили эти времена, особо внимания не акцентируйте, чтобы не запутаться. Но, тем не менее, просмотрим. В данном случае, в этих сложных временах «un» будет ставиться перед вспомогательным глаголом «avoir» или «être». Например, «Я об этом сказал», «Je n'ai parlé», «Я об этом не говорил», «Je n'en ai pas parlé». «Un» ставится перед вспомогательным глаголом «или avoir» или «être». Другой пример. «Elle a eu des amis», «У нее были друзья», «Elle en a eu deux», «У нее их было двое», или в отрицании «Elle n'en a jamais eu», «У нее их никогда не было», то бишь друзей. Видите, да, существительное с неопределенным артиклем заменилось на «un», который стоит перед вспомогательным глаголом в сложных временах. Следующий случай. Во временных конструкциях, которые вы уже знаете, если следите за моими уроками, временные конструкции, как «futur proche» или «passer et sans», вот в этих временных конструкциях местоимение «un» ставится после глагола «aller» или «venir» плюс «de». Например, «Я оттуда вернусь», «Je vais en retourner», или «Я оттуда не вернусь», «Je ne vais pas en retourner». Другой пример. «Они только что этим воспользовались», в какой-то ситуации, например. «Ils viennent d'en profiter», и в отрицании «ils ne viennent pas d'en profiter». Вот, «после aller» и «после venir de» ставится у нас местоимение или наречие «un». И еще один случай. В случае с местоименными глаголами «un» ставится перед местоименной частичкой. Например, «мне наплевать» будет по-французски «je m'en fiche». Видите, перед местоименной частичкой ставится местоимение «un». В отрицании «je ne m'en fiche pas». «Мне не наплевать», «мне не все равно». И последний пример. «Она этим занимается». «Elle s'en occupe», потому что «s'occupe de quelque chose», «de» превратилось в «un». «Она этим занимается». В отрицании «elle ne s'en occupe pas». «Она этим не занимается». Вот так вот. Ну и рассмотрим теперь с вами, где же у нас появляется «un» при построении вопроса и в повелительном наклонении. И тут стоит запомнить то, что место, местоимение или наречие «un» в вопросе всегда стоит перед глаголом. Например, «Ты об этом говоришь?» «En parle tu?» В отрицании «N'en parle tu pas?» Видите, «un» стоит перед своим глаголом. В инверсии. Или другой пример. «Ты оттуда вернулась?» «En es tu revenu?» «Ты оттуда не вернулась?» «Non es tu pas revenu?» И опять же таки «en» стоит перед глаголом по всем раскладам в вопросе. А теперь рассмотрим местоимения на речи «an» в повелительном наклонении. В утвердительной форме «an» будет стоять всегда после глагола. Это единственный случай, когда действительно «an» будет стоять после глагола. В отрицательной форме «an» будет стоять перед глаголом. Смотрим примеры, в которых вы также увидите маленькие нюансы. Итак, поговорим об этом. «Парlons-en». «Поговори об этом». «Парlons-en». Потому что говорить о чем-то – это «parler» и «deux» – «quelque chose». Подсказываю вам. То есть «deux» у нас, как по правилам, превратилось в «an». Тут маленькая сноска. Видите? «Парlons-en» появилась буква «s». Мы когда-то об этом говорили, но напомним еще раз. Если после глаголов первой группы следует «an», то «s» при спряжении на «ты» сохраняется. «Парlons-en» появляется буква «s». Для того, чтобы было слитие, для того, чтобы французский звучал мелодично. Вот появляется буква «s» в глаголах первой группы. Другой пример. «Воспользуйтесь этим». Повелительная форма на «вы». «Профите-зан». Потому что пользоваться чем-то – это «профите-де» – «quelque chose». «De» превратилось в «an». Другой пример с местоименным глаголом. «Займитесь этим». «Оккупе-ву-зан». «Ан» стоит в конце. Но когда мы говорим на «ты» повелительное наклонение, будет «оккуп-тан». Почему? Потому что перед «an» формы местоимений «moi», «toi» приобретают формы «me», «te». Таким образом, выйдет «оккуп-тан». Да, вот есть такие маленькие нюансы. Но пусть эти формы употребляются на самом деле не часто, но тем не менее, если вам понадобится, вам нужно будет заглянуть в это правило. И еще один, еще более заморочливый и сложный пример. Если у нас выражение «говорить что-то кому-то», это будет «parler à quelqu'un de quelque chose». Таким образом, для того, чтобы сказать в фавилительном наклонении «скажи ему об этом», видите, идет два подряд местаимения. Мы скажем «parle lui un». Вот такая сложная форма. Но когда мы скажем на «ты», опять же-таки у нас будет «parlement». Видите, «moi» не может употребляться. Появляется просто «me», которое сливается с «un». Выходит «parlement». Но что вам тут нужно запомнить? Несмотря ни на какие заморочки, это то, что в повелительном наклонении, утвердительной форме «en» стоит после глагола. А вот в отрицательной «en» стоит перед глаголом. И тут намного проще. Смотрим примеры. Не будем говорить об этом. «Non parlons pas». «Не говори об этом. Non parle pas». «Не пользуйтесь этим. Non profitez pas». «Не занимайтесь этим. Ne vous en occupez pas». «Не занимайся этим». «Ne t'en occupez pas». «Не говори ему об этом». «Ne lui en parle pas». «Не говори мне об этом». «Ne m'en parle pas». Вот так вот. Надеюсь, что вы из этого все-таки что-то уловили. Знаю, это сложно, но все-таки это нужно будет пересматривать, это приходит с практикой. Так что особо за сердце хвататься не надо. В общем, и последний слайд. Последний слайд у нас посвящен местоимениям «en» в устойчивых выражениях. Ну, вот есть устойчивые выражения, и так сложилось, что там есть это местоимение. Хоть по смыслу, но нам невозможно понять, почему оно там появилось. Запоминаем эти устойчивые выражения, которые употребляются достаточно часто в разговорной речи. Итак, выражение «s'en aller» по-французски то же самое, что «partir», означает «уходить». И в разговорной речи чаще всего скажут «je m'en vais, ya uchaju». «S'en aller» – уйти, «je m'en vais, ya uchaju». «S'en tirer» – это «выкручиваться», тоже в разговорной речи. «Ils sentire» – они выкручиваются из какой-то ситуации, им удается выкрутиться. «En revenir» – вот это выражение «en revenir» означает опомниться, прийти в чувства, ну, то есть не в прямом смысле, а вот в переносном. «Il n'en revient pas» – ему не верится, он все не может опомниться, он никак не может в это поверить. «En revenir» – «en vouloir à quelqu'un» – тоже очень частое выражение в разговорной речи. Означает оно злиться на кого-то, да, странно. Глагол «vouloir» означает «хотеть», а выражение «en vouloir à quelqu'un» – это «злиться на кого-то». Таким образом, «tu m'en veux» означает «ты злишься на меня». Следующая фраза «en être» означает «находиться», то же самое, что «se trouver» – «находиться». И выражение, например, «où en es-tu dans ta recherche» – «на каком этапе сейчас находится твой поиск». То есть находиться, быть в процессе каком-то – это будет «en être». Еще одно выражение «en rester là» – по смыслу означает «ограничиться чем-то», ограничиваться чем-то. Например, «les choses n'en resteront pas là». Дела на этом не заканчиваются, дела на этом не закончатся. Глагол «rester» тут в будущем времени, но по смыслу можно перевести как и в настоящем, так и в будущем. Выражение «s'en fiché» – «что ни на есть разговорный современный язык» означает «наплевать», «все равно». Выражение «je m'en fiche» – «мне плевать», «мне все равно». Похожее на него выражение разговорного, даже более молодежного, сленгового, наверное, даже языка. «S'en foutre» означает тоже «наплевать», оно чуть-чуть даже грубее, чем «s'en fiché». «S'en foutre» и в спражении, в разговоре, то есть мы скажем «je m'en fous» – это означает «мне плевать», «мне все равно». «S'en fiché», «s'en foutre» – они в принципе синонимы. И выражение «je m'en m'aie», которое означает «с меня хватит», у меня сил больше нет. «Je m'en aie assez» – его прямой синоним, который тоже означает «все, с меня хватит», «с меня достаточно», «я больше не могу». «Je m'en m'aie, je m'en aie assez». И еще один синоним «je n'en peux plus» тоже означает «я так больше не могу, с меня хватит». Эти три выражения, можете их запомнить, употребляются очень часто. И последнее выражение «ne t'en fais pas», которое означает «не переживай», «ne t'en fais pas». Это были устоявшиеся выражения, устоявшиеся какие-то фразы, в которых употребляется местоимение «a», и которые нужно запомнить, потому что логически мы понять не можем, откуда оно появилось. Обращаю ваше внимание, эти выражения «s'en aller», «en revenir», «en vouloir», «s'en tirer». Запоминайте их значения, потому что глагол «aller» вы знаете означает «идти», а «s'en aller» получается «уйти», это другое значение. То же самое «revenir» – это вернуться, а «en revenir» – это опомниться. «Vouloir» – хотеть, «en vouloir» – злиться. Видите, совсем другие значения, поэтому советую вам обратить на это внимание при возможности все-таки запомнить. Ну и на этом, наконец-то, тема, местоимение, предлога, наречие «en» приходит к концу. Мне кажется, я очень надеюсь, что я разобрала все возможное, что было связано с этой темой в этих двух уроках. Если у вас есть какие-то вопросы или дополнения, возможно, есть дополнительная информация, о которой вы можете поделиться со мной, с подписчиками, оставляйте информацию в комментариях. Если видео вам пригодилось, поставьте, пожалуйста, лайк, не пожалейте. И увидимся с вами на следующем уроке. Merci beaucoup, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. bisous. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...